Привет! Это программа SportMix. Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении. Меня зовут Иван Шарфилов. Давайте жить фитнесом вместе! Сегодня в программе. Эффективно прокачиваем квадрицепсы. Три упражнения, которые вам уже знакомы, но со своими особенностями. Узнаем, как разработки НАСА стали передовыми технологиями фитнес-индустрии. Когда мы перемещаемся, бегаем, прыгаем, данный амортизатор снижает ударную нагрузку на суставы. То есть это безопасный вид фитнеса. Поговорим с диетологом о том, что такое трансжиры. Жиры в организме быть должны, их исключать нельзя. Однако следует понимать, что у нас есть разные типы жиров. Миллион спортивных советов прямо сейчас. Мышцы ног – одна из самых крупных групп мышц в организме человека. Упражнения на квадрицепс выполняют представители практически всех спортивных дисциплин. Без них не добиться ни силы, ни массы, ни выносливости ног и тела в целом. Сегодня тренируем именно эту группу мышц. Сегодня мы с вами будем тренировать ноги с акцентом на переднюю их часть. А именно квадрицепс. Три упражнения, которые вам уже знакомы, но со своими особенностями. Разбираемся прямо сейчас. Первое упражнение у нас – это жим платформы с узкой постановкой ног. Наша основная задача – сместить нагрузку на переднюю часть бедра. Ноги выставляем так, чтобы между стоп было около 10-15 сантиметров, не больше. Выжимаем платформу, убираем фиксаторы. Помним, что колени здесь мы никогда не выпрямляем для того, чтобы избежать получения травмы. Колени чуть подсогнули, спинку прижали, руки по бокам, голову положили. Для того, чтобы сместить акцент именно на квадрицепс, наша задача – поставить ноги параллельно друг к другу и не слишком высоко. Стараемся поставить их чуть ниже середины платформы. И будет точное попадание в целевую группу мышц. Второе упражнение, которое поможет нам проработать наши квадрицепсы – это приседания в гак-машине, но с дополнительным включением приводящих мышц бедра. Исходное положение здесь следующее. Мы прижимаем спину плотно, зажимаем между колен мяч, снимаем снаряд, выставляем носки. Приседая вниз, мы сводим колени внутрь, сжимая мяч. Опустились максимально вниз. И вот что происходит зачастую у многих. 90% делает так – спина назад. То есть спина всегда прижата. И третье упражнение, которое поможет доработать нам наши ноги – это приседания с узкой постановкой ног с утяжелением. В данном случае мы будем использовать тяжелоатлетический блин. Узкая постановка ног, носки параллельно. Но ключевым моментом помните, что здесь нам нужно довести наши мышцы до ощущения жжения. Если вы почувствуете, это значит вы на правильном пути. Мы не наклоняемся сильно вперед и держим поясничку всегда ровной, не скручивая ее в дугу. Спина и ягодицы должны быть прижаты к тренажеру. Ноги ставьте параллельно друг к другу на расстоянии 10-15 см. Колени не выпрямляйте. Не спешите, не делайте резких рывков и бросков. Пятки не должны отрываться от платформы. Сделайте 20 повторений и 4 подхода в этом упражнении. Чтобы включить приводящие мышцы бедра, зажмите небольшой мяч между коленей. Приседая, не сводите колени внутрь. Сделайте 4 подхода с увеличением веса и уменьшением повторений. Начните с 12 повторений. Выполните приседания с узкой постановкой ног. Носки должны быть параллельны друг к другу. Спину держите ровно. Приседайте не менее 30 раз. Важно добиться сжения в ключевой группе мышц. Отдохните полторы минуты и сделайте еще 3 подхода. Прыгать, бегать и при этом не нагружать суставы. Корректировать положение стопы и при этом активно заниматься фитнесом. Все это возможно, если вы используете ботинки Кенгу Джампс. Что такое Кенгу Джампс? Это обувь, которая была изобретена в 1994 году для реабилитации людей после операции на спину, голень и коленный сустав. Обувь, которую применяла НАСА для адаптации на Земле космонавтов после длительного нахождения в состоянии невесомости. И, наконец, обувь, которую адаптировали и сегодня используют на тренировках в фитнес-клубах и не только. Похожа очень на роликовый ботинок и похожа на лыжный ботинок сверху, вот эта вот часть. Нижняя часть – это запатентованная IPS-система. Эта система работает как амортизатор. И когда перемещаемся, бегаем, прыгаем в данном оборудовании, в данных ботинках, данный амортизатор снижает ударную нагрузку на суставы. То есть это безопасный вид фитнеса. В этих ботинках, например, в Европе люди бегают, утренние пробежки, вечерние пробежки. У нас в Беларуси пока данное направление не очень активно развито, но мы работаем над этим, мы популяризируем данный вид фитнеса. Ботинки Кенгу Джампс смягчают ударную нагрузку на суставы на 80%. Во время занятий сжигается на 30% больше калорий, чем при тренировках в обычных кроссовках. Более того, эта обувь помогает корректировать положение стопы, частично избавляя ее от плоскостопия. Также улучшается осанка, ведь вы просто вынуждены держать спину прямо, чтобы не потерять равновесие. Сами ботинки весят около 2 килограммов. Соответственно, их можно использовать как дополнительный утяжелитель. Вообще тренировки в данных ботинках, они считаются функциональными тренировками. Очень эффективно работают мышцы-стабилизаторы. Вот можете обратить внимание, я сейчас в положении стоя, и мне как бы сложно держать баланс. Но я концентрируюсь, и мои мышцы-стабилизаторы, они уже в тонусе. То есть я еще не тренируюсь, но мои мышцы-стабилизаторы глубокие уже начали тренироваться. А если я буду еще ходить, бегать и прыгать, то еще подключаются все остальные группы мышц. Соответственно, тренировка очень эффективна. Не стоит бояться тренировок в ботинках Kangoo Jumps. Адаптация к обуви происходит в течение 30-60 секунд, и они абсолютно безопасны. В них можно тренироваться в помещении и на улице, на асфальте и на лесной дороге, на траве, на пляже и даже на снегу. Тренироваться на ботинках Kangoo Jumps нельзя беременным, нельзя людям с гипертонией, и нельзя тренироваться тем людям, у кого есть проблемы с суставами именно в период обострения. Во всех остальных случаях данные тренировки абсолютно безопасны. Быстрее, выше, сильнее. Этот олимпийский девиз в ботинках Kangoo Jumps приобретает новое современное значение. Прыжки, танцы и бег в такой обуви способствуют выработке огромного количества эндорфинов. А это значит, что хорошее настроение вам гарантировано. Мы привыкли с опаской относиться к жирам. А ведь правильные жиры являются основным источником энергии и помогают человеку усваивать определенные витамины. Жир имеет важное значение для роста и развития организма. Нюансы обсуждаем с диетологом прямо сейчас. Для того, чтобы организм человека был здоровым, в него должны поступать определенные микро- и макронутриенты. Так вот, мы знаем, что у нас есть три основных нутриента. Это белки, жиры и углеводы. И очень радует, что в последнее время уровень осознанности наших людей немного растет, и все уже давно понимают, что жиры в организме быть должны, и их исключать нельзя. Проблема в том, что современное человечество стало потреблять очень много трансгенных жиров. Нужно понимать, что жиры в целом несут очень большую функцию организму. Это энергетическая, питательная, гормональная функция. Однако трансгенные жиры как раз-таки сказываются негативно на нашем организме. Полностью отказаться от трансжиров невозможно в 21 веке, однако стоит сократить их потребление. Ничего страшного от того, что один раз в год мы съедим оливье с майонезом, не будет. Мы не умрем от этого. Но сократить и минимизировать потребление трансгенных жиров в силах абсолютно у каждого. Стоит обратить внимание на жиры растительного и животного происхождения. Потреблять больше таких продуктов, как масла, семечки, орехи, полноценное мясо, полноценную рыбу, полноценные молочные продукты, творог, кефир, молоко и так далее. Стоит минимизировать те изделия, которые продаются в магазинах, и заменить их на более натуральные, вкусные, полезные сладости. Начинайте с малого и достигните главного – отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими. Увидимся совсем скоро. Пока!